Мима Крапивин. Я прочитала автобиографического плана книгу. Называется она «Золотое колечко на границе тьмы». Она хоть и автобиографическая, но она читается именно как его стандартные книги. О мальчишках и девчонках, а также их родителях. Уникальная, уникальная, уникальная книга, просто уникальная. На самом деле, когда я читаю Крапивина, меня всё время мучают вопросы. Был ли он таким мальчишком, какими он описывает своих главных героев? Конечно, каждый писатель в главных героев вкладывает частичку себя, но мне интересно было, до какой степени. Умеет ли он фехтовать? Дружит ли он сам с мальчишками? Теперь уже, будучи взрослым. Были ли у него верные, преданные друзья в детстве? Потому что то, как он пишет о преданной дружбе, верной, в своих книгах, это либо человек имел таких друзей, либо он вообще их не имел. Меня мучила, какая у него была мама. Вопрос. Увлекался ли он кораблями? То есть, те самые увлечения, характеры, которые он очень часто выписывает в своих мальчишках, своим мальчишкам, сам он до какой степени со всем этим схож. И эта книга ответила на все мои эти вопросы, я очень этим довольна. Я во многих персонажей узнала выдуманных его персонажей, и я восхищена этой книгой, она потрясающая. Еще одна его книга, просто проза, оранжевый портрет с карпинками. Это книга из серии «Великий кристалл». Он называет серию своих книг, которая посвящена той идее, что Вселенная похожа на кристалл, то есть параллельные грани, которые пересекаются. И по ним можно путешествовать. Кстати, он даже выделяет людей ряд, у которых есть способности путешествовать с одной грани на другую. Называет их проводниками. Ну вот, это книга из этой серии. Последняя книга, о которой я хочу рассказать, это «Сказки Севки Гущенко». Ой, упс, это так, сама книга называется. «Сказки Севки Гущенко». У меня, кстати, долго, вот до того, как я прочитала «Золотое колечко на границе тьмы», меня мучило один вопрос. Себя ли описывал Крапивин, удавая за Севку? Даже имена похожие, ведь «Севка» — это сокращенно от Вячеслава и Микропивина Владислава. И написано до того искренне, конечно, все его книги дышат искренностью, но это, она особенная. И да, он описывал свое детство, ну, не сходится только вот, ну, мельчайшие там события, нюансы. Все остальное, ну, просто автобиография его детства, если можно так выразиться. Шикарная книга, она рассказывает, повесть, она рассказывает о мальчишке, который пошел в школу, о его школьной жизни, о его перепитии. Вообще дело, значит, повесть захватывает тот временной период послевоенной, то есть после 45-го года происходит действие. Значит, по сюжету Севка знакомится с какими-то людьми, разумеется, переживая какие-то неприятности и в школе, и вне школы, не мучается вопросом, что с моим отцом, который попал в без вести, кстати. Хорошая, добрая, милая, чудесная повесть, очень мне импонирует, почему называется «Сказки Севки Гущенко». Мое мнение таково, что она так называется из-за того, что Севка Великий Фантазер вечно что-то придумывает. В каждой книге Крапивина есть место, в котором я плачу каждый раз. В сказках Севки Гущенко есть таких мест два. Первое там, где Крапивин описывает эпизод уже взрослой жизни Севки, когда у него сломалась бритва. Но я его не буду тебе зачитывать, но он грустный. А вот второе место я тебе зачитаю. Это буквально самое последнее предложение. «И над полярными островами, над зубьями, изъеденных снежным ветром скал, тучи и тучи птиц поднялись от неистового Севкиного крика». Вот каждый раз, когда я, блин, читаю эту фразу, у меня аж сердце сжимается. Вот. Ну, чтобы понять, почему нужно прочесть всю поиск, без этого не получится. Собственно, это все. Конечно, фаворитом книжным, моим фаворитом этого месяца, безусловно, стала книга Крапивина «Золотое колечко на границе тьмы». Я тебе желаю получать учтение, только положительные эмоции и читать как можно больше. С наступающим!